Ребята, всем привет! С вами Хижина Музыкант. И сейчас будет необычный выпуск чат-рулетки, где я встретил парня и девушку. Причем парень узнал меня, а девушка нет. И мы ментально, не говоря ни о чем, просто решили ее пранкануть. Поэтому ставьте лайк и обязательно приходите на мои концерты, которые уже состоятся вот-вот. Список городов на экране, билеты в описании, приобретайте заранее, пока они есть. Это будет незабываемо, потому что будет много качественной музыки, баян, гитара, полноценный бэнд, мои авторские песни, плюс все хиты. Как бы ролики это хорошо, но концерты вживую это намного круче. Короче, события, которые будут греть вас всю зиму. Вся подробная информация в описании, погнали смотреть. Здравствуйте. Здрасте, как дела? Блядь, ну доковырялся, м***й, иди. Я тебя знаю, кстати. Ты хижина музыканов. Я? Да. Сл**бук, кто это? Вообще не знаю тоже. Странно. Вы чем занимаетесь? Клану. Кто? Чем занимаетесь? Мы тоже из Казани, Раиль, привет. Привет. Кто это? Это Раиль. Да мы знакомые, знакомые с ним. Да. Где вы знакомы? В инстаграме? Мы вместе учились, можно так сказать, в музыкальной школе. Че, уже не играешь ни на чем, да? Нет. Забросил. Ты был в музыкальной школе, м***й? Он профессионально играет на этой дудочке. На баяне вообще. На баяне еще и на флейте вроде, да? Сыграй что-нибудь, пожалуйста. Помнишь, как мы это, там, в школьные годы наигрывали? Да. Вы шутишь сейчас или нет? Что? Наша любимая была вот эта? Да, давай. Туда. Помню, было мне десять лет Я копил на новый велосипед Я жил и с этой мечтой Пока как-то раз не встретился с тобой Ты меня обворожила Погулять с обоим Пригласила Я взял копилку и разбил И тебя в паркотных осводил Хали-хали Паратрупер Нам с тобою было супер Супер восемь Хали-хали Мы с тобой везде летали Хали-хали Паратрупер Нам с тобою было супер Супер восемь Хали-хали Мы с тобой везде летали На гитаре, класс Откуда? А почему на встрече одноклассников не было? Хали-хали Чё-то тебя не было, да А, меня не было? Хали-хали Смотря в каком году Вы меня на*** бываете, да? Хали-хали Я его реально знаю Ну смотри, мы похожи даже Да, кстати Но для неё это шок Я ещё не халю, кто ты Как можно не знать? Ну а я тебя раньше смотрел, кстати Очень классно Да, а потом чё случилось? А потом... Ковид Хали-хали Хали-хали Не, а ваши профессии какие-то? Хали-хали Я дома лежу Я работаю Ты можешь мне подробнее рассказать, кто это? Ну расскажи, кто ты, Раиль Я музыкант Из Казани Из Казани Да У меня есть концерты У меня есть YouTube-канал На миллионик Угу А я смотрю, когда там было Сколько? Даже не помню Ну это лет пять назад было вроде А, ну как раз я был в армии С одного села, что ли? А, да А чего? С одного села? Мы в армии вместе были Там в армии не было Ну вот, короче, классный чел Очень красивый, так скажем Спасибо Ну да, поэтому нифига не получается Ничего снять А, ты что-то снимаешь сейчас? у меня бывают до рубрики где там на баяне могу сыграть с иностранцами альфия акзамова да да она что выступает до сих пор вот здесь который который это мое детство как мама пела когда готовила в татарских песнях есть что такое которое никогда не умрет и что да такое легендарный а вы татар что ли сами знаешь что происходит во время пьянок у него стадия вот доходит когда надо там другая музыка не должна играть ни в коем погодите погодите смотри я вчера только играл эту песню кстати говоря представим что сейчас пьянка вот настоящий татарин и такой о м о 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 Сой елгалары оға, текай орға дула. Койты ридым шуйокларға, койты ридым шуйокларға, шишмен мұн, мәрі бұла. Койты нәлі элдірмешке, элдірмешке, койты мәлі. Шиш мәгәті шәмәле шиш мәгәті шәмәле. Хомат сиры сияндайым, сиры хомат сияндайым, сәрімдә шишәмәле. Мурашки бегают. У меня аж ладошки с подселью даже. Офигеть. Бомба. Кстати, я, кстати, что заметила. Татарстане одну музыку татарскую, ну, примерно слушают, а Башкорстане совершенно другую. Другую татарскую? Да, другую татарскую. Три с половиной миллиона уже у тебя подписчиков. Три и два только же. Только. Только. А ты сколько уже ведешь? Ну, именно этот канал 9 лет. А как ты думаешь, вот есть ли будущее у татарской эстрады, есть ли все они, допустим, вот Салават Фадхаддинов и все такое, они уйдут? Потому что я сейчас не слышу, я слышу только вот Эфердуса Тамаева, у которого, ну, как-то работает, песня как-то расходится, слышат их новые песни. Потому что зачастую мы, вот ему 26, мне 20. Ну, мы выросли на тех песнях, как Ландыш Нигмаджанова, там, и все такое. Она также вот, ну, новых песен мы от них не слышим, то есть, которые бы вот заели и поняли, типа там, о, это татарская песня, это будет на татарский застолик или что-то еще. Ну, сейчас, видишь, татары тоже за трендами следуют. Ну, короче, песен-то выходит много, на самом деле, просто из них, ну, они как жвачки, типа, сейчас есть, потом их не останется, их не будут помнить. Просто из этого отфильтруется там действительно пару песен, да, и со временем они останутся, как типа у Фтанма, там, но их будет тоже очень мало. То есть, количество выходящих песен-то увеличилось по сравнению с предыдущими годами, там? Количество, но не качество, хочешь сказать? Да, да, да. Ну, у меня ассоциируются вот эти татарские песни, и в детстве, и в юношестве, можно сказать, это «Любовь и береза», мне так кажется. Вот они практически все песни, то есть про любые какие-то эти... Нет, у меня «Сишмэ». Ну, это же тут... Природа, все с природой. «Сей», «Чак-чак». Причем все клипы снимали в лесу, там, между деревьев, там, так заблудившись. А клипы-то какие были, там, в доме, как у бабушки и все остальное, это же вообще... Прям там деревня была. Да. Грустно, что осталось все там? Ну, да, типа там. Я настолько любила, когда приезжал вот этот вот... Уся Бодриддинова, Гузалюразова. Они всегда... Это же происходило в ДК. Да. Всегда там футболки продавались, диски. Все, все практически брали диски с собой. Все. Либо, когда у нас вот телевизор появился, сначала у нас было три канала, потом появилось побольше, и если только побысты закрутили еще их. Вот так. Не, они вроде на концерт до сих пор некоторые продают, просто куда его втыкать, эти диски и там, и так далее, если уже дисководов нет. У моего папы там бардачки, не знаю, сколько этих дисков. Ну, это классное время. Там прям альбомы в этих дисках, целый альбом. Это да, классно. Ну, вот мы каждый раз, когда вот, если я еду в Башкире, я ностальгию тебе, вот прям, ностальгирую я сильно. Бывает до того, что прям такие песни доводят до слез, настолько вот ты просто ездишь в машине, слушаешь, и вот этот пейзаж, который тебе открывается, дорога домой условно, и, короче, это трогает задушку. Ну, это хорошо, значится. Сильные воспоминания, чувства. Ну, ладно, тебе пора, наверное, дальше что? Да, ребятки. Удивлять людей. Да, приятно было пообщаться. Вообще офигенно. Да, приятно было познакомиться, я вообще тебя не знала. Ну, все, на концерты приходите, которые будут показаны. А мы хотим. А мы хотим. Что за картина сзади у вас? Это кто-то нарисовал. Это я рисовала. Ты рисуешь? Тут тоже вам. Офигеть. Получаются художники? Семейная посиделка. Ладно, желаю тебе удачи в твоей карьере, продвижении. Надеюсь, мы тебя услышим вообще еще чаще, еще, может, выше. Ты станешь. В семейном масштабе, да. Ну, смотри, я так-то на русском тоже песни пишу, но вот первую татарскую, кстати, я выпустил недавно. А почему ты не пишешь песни, только сейчас начал писать? Не, я писал всегда на русском, не на татарском. А это первая татарская, да. Ну, ладно. Да, ищите, все, вам хорошего вечера, вы классные ребята. До свидания. Пока-пока. Ребята, действительно, у меня вышел новый трек, который вы можете послушать на всех музыкальных площадках. Это моя первая татарская песня, поэтому максимально поддержите, сохраните к себе. Присылайте ваши видео в телеграм-канал, наш хижина музыканта, по ссылочке в описании, я обязательно это увижу. И, в принципе, подписывайтесь, там неизданные реакции, все песни с чат-рулеток, mp3 моих песен и каверов, близкообщение, сходки, концерты, все анонсы там. Подписывайтесь, ссылочка в описании. Увидимся.